В этом видео наконец-то начну говорить о романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В нем 4 тома, так что следом я выпущу еще 3 видео, все, ни слова больше. Итак, первый том. Он начинается сразу с реплики на французском, да и вообще в романе очень много фрагментов на этом языке. Что правильно, поскольку это Российская империя с самого начала 19 века, и реплика эта уже касается Наполеона. Его называют антихристом Анна Павловна Шерер, приближенной императрице Марии Федоровны. И происходит все в 1805 году. Первым в ее салон приезжает важный князь Василий, и через их диалог мы узнаем о его детях, которые будут играть значимые роли в романе. Это Анатоль и Ипполит Курагины. Или просто дурни. Сам князь говорит о сыновьях, что Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль беспокойный. Вот одно различие. Но у него есть еще и дочь, которая вскоре тоже приезжает в салон. Это красавица Элен. И еще приезжает туда маленькая княгиня Балконская. Вообще у нее есть имя, Лиза, но в романе чаще употребляется именно выражение «маленькая княгиня». Вы можете представить ее как очаровательную пухлую женщину, которая еще беременна. Причем Толстой всегда объективно описывает чью-либо внешность, так что он не обходит стороной и чернеющие усики над губой маленькой княгини. Между тем она упоминает, что ее муж идет на войну, и это Андрей Балконский. Да и вообще этот салон Шерер прямо смотр почти всех главных героев, так что приготовьтесь запоминать имена. А говорю это потому, что еще туда приезжает Пьер Безухов, массивный толстый молодой человек в очках. Он незаконный сын московского умирающего вельможи. И сразу Толстой отмечает, что Пьер не соответствует этому месту, потому что у него умный и естественный взгляд, отличавшийся от всех гостиной. Толстой сравнивает салон Шерер с предельной мастерской, она ходит как хозяин заведения от кружка к кружку и налаживает их работу. И, например, за Пьера она боится, он не соблюдает условностей, принятых в этом искусственном обществе. И Шерер думает о нем как о человеке, не умеющем жить, потому что для нее пустая болтовня в салоне и есть сама жизнь. Здесь общество воспринимает говорящих по тону и виду, а не по содержанию их речей. Например, никто не знает, умен ли идиот и полит, поскольку говорит он всегда уверенно. Еще один главный герой в этой сцене уже упомянутый мной Андрей Болконский. Он, как и Пьер, противопоставлен обществу, ему и смотреть на них, и слушать их скучно. Но Толстой подмечает, что более всего ему надоело лицо его собственной жены, маленькой княгини. А Пьер оказывается его хорошим приятелем, они встречаются здесь, видимо, после разлуки. Кстати, сходятся они и в еще одном важном аспекте — восхищении Наполеоном. Чтобы вы понимали, там и тогда восхищаться им было святотатством. Ну просто представьте, Наполеон провозгласил себя во Франции императором и идет с войной на всю Европу. Однако Пьер прямо при всех защищает своего кумира, называя его великим. И князь Андрей даже встает на его защиту. Но когда Пьер улыбнулся, стоящему рядом Беконту стало понятно, что этот якобинец не так страшен, как его речи. И это отчасти правда. Мы все увидим дальше. Пьер, вернувшись после заграничного обучения в Петербург, уже три месяца не может выбрать себе карьеру. Я давно это думал. С этой жизнью я ничего не могу не решить, не обдумать. А на вопрос об армии отвечает, что воевать против великого человека нехорошо. Андрей, конечно, считает это детской глупостью. И он говорит очень хорошее выражение. Ежели бы все воевали по своим убеждениям, войны бы не было. А Пьер отвечает, что это и прекрасно. И зачем вообще Андрей идет на войну? И тот, наконец, объясняет. Идет потому, что жизнь, которую он здесь ведет, ему не нравится. Уже дома у Балконских маленькая княгиня прямо при Пьере закатывает небольшую истерику, говоря, что она не хочет оставаться одна без своих друзей, имея в виду как раз салон Шерер. Потому что Андрей переселяет ее в деревню к своему отцу и сестре, пока он будет в армии. Нет, он только о себе думает. И после ее ухода происходит весомый диалог. Балконский очень живо говорит Пьеру «Никогда, никогда не женись, мой друг». Но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели. Он был свободен. У него ничего не было, кроме его цели, и он достиг ее. А тут гостиные, сплетни, балые, тщеславие, ничтожество. Вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Он ценит верность своей жены, да, но ей необходимо это общество. Он говорит даже следующее. «Яжели бы ты мог знать, что такое женщины, отец мой прав, эгоизм, тщеславие, тупоумие. Посмотришь на них в свете, кажется, что-то есть, а ничего, ничего, ничего». Девушки пусть не обижаются, вы еще увидите, что с ним потом будет. Но в целом все сводится к тому, что свою жизнь и способности он считает потерянными. Пьер не понимает, как тот может так говорить. Ведь для него Андрей — совершенство, сбор всех лучших качеств, которых нет у него самого, и которые можно, наверное, назвать целым силой воли. Но Андрей произносит фразу «Я конченный человек», поэтому и идет на войну. А еще Балконский берет с друга честное слово, что тот перестанет ездить на кутежи распутного Анатолия Курагина. Но уже выйдя от Андрея, Пьер, как бесхарактерный человек, сразу же находит причины слова не сдерживать. «Честное слово». После этого Толстой переходит к другому семейству, уже в Москве. И это семья Ростовых. А связывается все их родственницей, княгиней Друбецкой, которая в салоне у Шерер в Петербурге выпросила у князя Василия местечко для своего сына Бориса. Ну и после этого вернулась к богатым родственникам Ростовом, у которых ее сын проводит почти все время. А у них как раз праздник. Именины сразу двух Наташ — матери и младшей дочери. Той самой Наташи Ростовой. И на этом празднике мы узнаем, что дальше случилось с Пьером. Толстой вообще мастер вот этих переходов между сюжетными линиями. Оказывается, что на том кутеже Анатоль Курагин, его друг Долохов и Пьер нашли медведя, повезли его к актрисам, а потом и вовсе привязали квартального полицейского спиной к этому медведю и пустили зверя в мойку. Это канал в Петербурге. Медведь плавает, а квартальный на нем. В общем, старший граф Ростов смеется, но Пьер после этого выслан в Москву. Долохов разжалован в солдаты, а Анатолий, как обычно, что называется, батя отмазал. И про отца Пьера тут тоже узнаем интересное. Оказывается, он несметно богат, и прямой его наследник — тот самый князь Василий, отец Анатолия, Ипполита и Элен. Но любил старый граф именно своего незаконного сына Пьера. Так что теперь он, возможно, оставил бы все наследство ему, если бы тот так не провинился. И в комнату вбегает Наташа Ростова. Толстой прямо пишет, что это некрасивая, но живая девочка, черноглазая и с большим ртом. А с ней заходят и все младшие дома. Уже известный нам Борис Друбецкой, теперь офицер, старший брат Наташи — Николай, Соня, двоюродная сестра и ровесница Наташи, и маленький братик Ростов — Петруша. И сразу мы узнаем, что дети уже разбились на парочке. Соня с обожанием смотрит на Николая, ну а Наташа влюблена в Бориса. Причем мать Наташи уже без нее говорит, что она приручила дочку, так что та сама каждый вечер рассказывает ей все о себе, а иначе дети бы уже целовались. Тут мы узнаем, что есть еще и старшая дочь Ростовых — Вера. Она отмечает, что ее воспитывали совсем не так, а строго. И Толстой пишет, что всем было неловко за ее слова. Ну и Вера в целом не очень приятный человек, сразу говорю. Тем временем в другой комнате Наташа как раз целует Бориса в губы, увидев целующихся Соню и Николая. Но тот отвечает, что не надо спешить, через четыре года он будет просить ее руки. Вот такой спокойный парень. Увидев парочек, старшая Вера делает презрительный вид, потому что в ней нет романтики или хотя бы доброты. И, кстати, вот ее Толстой называет красивой, хотя даже Наташа подмечает, что в ней нет сердца. То есть надо понять его отношение к красоте. Красивые внешне люди могут быть ужасно неприятными из-за их душевных качеств. Также и с Элен, дочкой Курагина, на которую все заглядываются. У нее античная фигура, но ее красота вульгарная. И наоборот, пусть некрасивая, но живая Наташа — идеал Толстого. После вечера в Ростовах княгиня Друбецкая, мать Бориса, решается ехать к умирающему отцу Пьера, потому что Борис — его крестник, а у нее нет денег даже на его обмундирование. Она бедна и терпит унижения в просьбах всем этим богачам. И Борису очень неприятно. Он не считает это честным, и уже в доме Безухова прямо говорит об этом Пьеру, которого видел всего пару раз в жизни. Такая искренность, конечно, заслуживает доверия. И уже обратно к Ростову Друбецкая Пьера забирает с собой. И там он впервые видится и танцует с Наташей. Соня горюет, потому что Николай уходит на войну. И вообще он ей троюродный брат, и совсем непонятно, одобрит ли родители их любовь. Ну а в доме умирающего Безухова-старшего тем временем происходит страшное. Князь Василий говорит о том, что граф хотел бы перед смертью видеть Пьера, и все опасаются, что он все оставит ему, если получит от государя разрешение усыновить незаконного сына. Одна из родственниц знает, что завещание лежит в портфеле под его подушкой. И уже позже, когда граф умирает, Пьера замечает, что они с Василием что-то прячут. К счастью, в портфеле оказывается левая бумага, но вы представьте, насколько это противно. Граф только умер, и уже какие-то интриги насчет завещания. Но действие перемещается в Лысые горы. Запомните это странное название. Там живут отец и сестра Андрея Балконского Марья. Толстой описывает ее как некрасивую, болезненную девушку, но с лучистыми глазами, которые порой отвлекают внимание от ее некрасивого лица. Старик-отец пытается обучить ее математике, но она так его боится, что один только страх мешает ей понять хоть что-либо. Княжна состоит в переписке с Жули Карагиной, девушкой, которой иногда ревновала Соня Николая Ростова. И оказывается из письма, что не зря. Жули пишет, что он ушел на войну, но их прощание взволновало ей сердце, хоть он и не будет ей никем, кроме друга. В общем, от нее впервые Марья узнает о благородном Николае. Это важно. И еще отсюда же известие о наследстве старого Безухова. Пьер признан законным, и теперь он обладатель самого огромного состояния в России. Мы узнаем об этом только из письма. Я ведь уже говорила, что Толстой мастер переплетения сюжетов. А вот что касается самой Марьи, так это то, что князь Василий теперь ищет сынку Анатолию, богатую невесту, и выбор пал на нее. Но чтобы вы понимали, Марья вообще чужда и все подобные отношения. Она безумно религиозна. Потому что в нем одном и истина и успокоение. Кстати, письма они пишут, конечно, по-французски. Ну, вы понимаете, начало XI века, женщины. Так что на этих страницах сноски по размеру такие же, как основной текст, что и породило все вот эти мемы про войну и мир. Тут приезжает князь Андрей с женой, оставляет ее в доме отца и уходит на войну. И маленькая княгиня постоянно тревожится о родах. Я даже виделась во сне, что они будут тяжелыми. И начинается вторая часть первого тома. Описание фронта. У Толстого в целом всегда будут чередоваться мир и война. Андрей Балконский теперь адъютант Кутузова. Причем великолепный, которому главнокомандующий доверяет очень многое. А в другом месте, в гусарском полку, служит Николай Ростов. И еще там служит картавый Васька Денисов. Это важный персонаж, ведь его прототипом стал Денис Давыдов, реальный гусар, один из лидеров партизанского движения во время войны 12-го года. А еще поэт. Но тут о поэтических способностях персонажа не сказано. Но о его лихом характере и доброте очень много. Николай Ростов сразу попадает в неприятность. Кошелек Денисова, который вроде как никто не мог взять кроме него, украден. Но Николай уменный, он находит вора. И это офицер Телянин. Наедине с Телянином Ростов по сути добивается его признания. А потом мы узнаем, что у него из-за этого большие проблемы. Поскольку он заявил об этом командиру при других офицерах. А отставка Телянина посрамила бы полк. Да и вообще представьте, офицер ворует. Так что командиры в таких случаях предпочитают все заминать. Тут уже показан конфликт между представлениями молодого юнкера Николая Ростова о чести и фронтовыми реалиями. К тому же Толстой не раз отражает, как все эти начальники кидают большое количество людей под огонь с мыслью о том, чтобы получить орден. Но есть, конечно, и благородные люди, о них я скажу позже. Тут происходит первое сражение Николая. Жирков приказывает своим бойцам поджечь мост, чтобы французы не могли его перейти. И Ростов буквально ничего не понимает вокруг и кардинально меняет представление о войне. Да и сделать он ничего не успел, даже солому забыл взять, чтобы мост поджигать. Тем временем русская армия одержала победу в одном из сражений. И Андрея Балконского посылают с этим известием к австрийскому двору, императору Францу. Сначала Балконский горд, ему кажется, что это начало его счастья. Но потом он видит лица вышестоящих людей, их равнодушие к русской победе, притворство. И тоже разочаровывается. К тому же он узнает, что Вена уже практически занята, Бонапарт совсем рядом. А свободна только та часть, где находится императорский двор. Его старый знакомый дипломат Билибин не понимает, зачем теперь Андрею ехать в армию, когда она в опасности. И предлагает остаться с ними при австрийском дворе, который просто собирается теперь перемещаться в зависимости от наступлений Наполеона. Но Андрей уезжает служить дальше. И вот теперь происходит очень значимое Шенграбинское сражение. Началось. Вот оно. Кутузов отправляет войско Багратиона для того, чтобы они удержали французов, пока основная армия будет делать переход. И обман удается. Французский полководец Мюрат действительно думает, что войско Багратиона это вся русская армия. У Кутузова все понимают, что из этих солдат вернутся живыми ну максимум четверть. Но князь Андрей настаивает на том, чтобы быть с ними. Так он попадает к Багратиону. Его внимание привлекает один артиллерист, капитан Тушин. Впервые он видит его, когда капитана отчитывают за то, что он без сапог, а бой может начаться в любую минуту, а сапоги он просто отдал сушить. И при первом же знакомстве Тушин кажется ему приятным, добрым человеком. Простым. Ну как вам, капитан Тушин, не стыдно? Вам бы кажется, как артиллеристу надо пример показывать, а вы без сапог. И вот этот капитан со слабым, нерешительным голосом оказывается настоящим героем. Когда начинается бой, Жирков, например, даже не может передать приказание, потому что ему страшно бежать туда, где опасно. А Тушин, несмотря на команду отступать, без прикрытия обстреливает французов из пушек. И противники даже не додумались, что его батарею никто не защищает. И не смели идти против четырех пушек, потому что это немыслимо, чтобы их никто не защищал. Тушину дают приказание отступать, но его бойцы только смеются. А он, он уже сроднился с этим клочком земли. Он активен, он сам помогает своим ребятам и все держит под контролем. Капитан соглашается отступить только когда приезжает князь Андрей. Потому что Андрей сам под обстрелом помогает ему вести орудие. Тушин даже прослезился от этого. А то начальство ведь обычно только лает и скорее убегает, чтобы самим не попасть под пули. Тем временем Николай Ростов тоже участвует в этом сражении, в своем полку. Но лошадь под ним сразу убивают, а он оказывается контужен в руку. И как точно Толстой проникает в мысли своим героям. Неужели как-то и зачем убить меня? А может быть и убить меня! Кого так любят все! Поток сознания от Толстого это что-то невероятное. Уже после сражения Ростов ищет где бы присесть. И все его прогоняют, кроме Тушина. Кстати, отмечу, что хоть Андрей и Николай где-то рядом, но они не встречаются. Пока что. И затем идет очень важная сцена на совещании у Багратиона. Он вызывает Тушина и спрашивает, как тот мог оставить на поле боя два орудия. Ведь он мог вывезти их из прикрытия, которого, как мы знаем, не было. А капитан с порога вообще споткнулся, над ним смеются другие военные, в том числе лживый Жирков. Он стоит, будто отчитанный мальчик, и молчит. Но вступает князь Андрей. Он объясняет, что никакого прикрытия у Тушина не было. Его людей перебили, и орудия уже тоже были изломаны. Успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Так что капитана отпускают. Третья часть первого тома снова мир. И тут мы видим жизнь невероятно разбогатевшего Пьера, который настолько наивен, что он верит всей лесте, которая его окружает. И главное, князь Василий буквально женит его на своей дочери Элен. Сначала он просто селит Пьера у себя в Петербурге, по сути, уже сводя их. А уже все вокруг опутывают Пьера намекающими взглядами, сплетнями и всем прочим. Герой поначалу чувствует ее порочность, он видит, что Элен вульгарна. Она заранее знает, что ее желают, обнажает свое красивое тело, пошло улыбается. Пьер даже вспоминает, что у нее была какая-то любовь с собственным братом Анатолием, за что его и выслали. Но в итоге сдается. И заметьте, он даже не делает ей предложения. Этот мягкотелый добряк не может ни на что решиться, когда они остаются наедине именины Элен. И тут подбегает князь Василий со словами «Слава богу, жена мне уже все сказала!» и поздравляет их. Вот серьезно, он ужасный человек, но гениальный стратег. Пьер опешил, но что уж поделать, поженили. Я очень, очень счастлив. Затем Василий едет в Лысые горы к старшему князю Балконскому с желанием устроить еще одну свадьбу своего Анатолия и богатой княжны Марьи, сестры Андрея Балконского. Бедная Марья не знает, что делать, а маленькая княгиня Лиза, жена Андрея, и компаньонка Марьи, француженка Бурьен, пытаются нарядить ее, но выходит только хуже. Хотя они искренне старались помочь, поскольку, как пишет Толстой, все равно не видели в ней соперницу. Марья чуть не плачет и просит оставить ее одну. Она не только не меняет прически, которая вышла ужасно, но даже в зеркало перед выходом не смотрит, но молится Богу. Причем тут мы узнаем, что при всей ее религиозности она, оказывается, мечтает о земной любви, поэтому так разволновалась при приезде Анатолия. В общем, Марья выходит к гостям, и Толстой пишет, что она видит всех отчетливо, но его не видит, потому что он ослепил ее своей красотой. А сам Анатолий тем временем по-французски думает, бедняга, чертовски дурна. А еще все глядит на Бурьен, и у него даже проскакивает мысль вроде, хоть бы Марья взяла ее с собой, когда выйдет за меня. И тут очень важно понять отношение старого князя Балконского к дочери. Хоть и кажется, что он не очень дорожит Марьей, но он не может без нее жить. И поэтому до сих пор не знает, отпустят ли ее когда-либо замуж. Тем более он понимает, что она дурна, даже говорит это ей при гостях, ругая прическу, и осознает, что ее возьмут в жены только ради денег. А еще он тут же спрашивает Анатолия, где тот служил, проверяя его. А тот, едва сдерживая смех, отвечает, что только числится. И спрашивают у папочки, где он числится. Это прям отвратительный герой, хоть и с красивой оболочкой. А старый князь как раз все понимает и сердится на дочь, у которой, по его мнению, нет гордости. И как только он на следующий день говорит ей, что Анатолий возьмет придачу Бурьенку, и она будет его женой, Марья идет к себе и застает Анатолия и свою француженку обнимающимися. И вот после этого Марья отказывает Курагиным, но прощает компаньонку, потому что верит в ее покаяние и ее страсть. Иногда Марья слишком добра. Тем временем в доме Ростовых из письма узнают о ранении Коленьки, но не беспокойтесь, он уже поправился и произведен в офицеры. И еще он пишет, что о любимой Соне не забыл. Кстати, тут же интересная сцена в отношении Наташи. Она признается Соне, что совсем не помнит Бориса, то есть не может закрыть глаза и представить его лицо. Наверное, это небольшой намек Толстого на то, что будет между ними дальше, а точнее, чего не будет. После этого мы видим самого Николая. Он едет за ответными письмами и деньгами из дома как раз к Борису, с которым их передали. Оказывается, Борис служит при высших чинах и вообще не воюет в прямом смысле этого слова. А еще он дружился с Бергом. Это неприятный возлюбленный старшей дочери Ростовых, Веры. Надеюсь, вы еще ее помните. И вот тут у Бориса Николай и Андрей Балконский наконец пересекаются. Андрей сразу принимает презрительный вид, потому что терпеть не может такой сорт людей. Рассказывающий о своих похождениях армейский гусар. А Николай и правда приукрашивал, но Толстой ему сам же это прощает, говоря, что молодым людям очень трудно говорить о таких вещах правду. Но не скажет же он, что упал с лошади, сломал руку и убежал в лес от француза. В общем, тут уж вам судить. Ладно, Балконский еще может к нему так относиться, он сам воюет и вообще он очень храбр. Но тут такое же неприятное отношение Николай читает и на лице Бориса, его старого друга. В общем, вы поняли, минус Борис. Но с Андреем продолжаем. Николай почти оскорбляет его, говоря, что он имеет право рассказывать про Шенграбин, поскольку был там, намекая на то, что Андрей пороху не нюхал. И Балконский спокойно отвечает, что он не оскорблен. Хотя они объясняют, что он тоже воевал, это знает только читатель. Понимаете, в этом и суть. Вы проникаетесь уважением к Андрею, поскольку он даже не хочет никого разобеждать в чем-либо. Он просто уверен в себе и все. После этого Ростов даже думает, что это может вызвать его на дуэль. Но при этом же из всех, кого он знал, он никого еще не хотел видеть своим другом так сильно, как этого адъютантика. Видите, Балконский потрясает. Затем идет короткая сцена смотра войск с самим Александром Первым. И это абсолютное обожествление императора глазами мечтателя Николая Ростова. Теперь он готов броситься в огонь, лишь бы умереть за Александра. Таким прекрасным он ему кажется. Кстати, все-таки поясню за Бориса. Толстой показывает его мысль о том, что хорошо Ростову презирать лакейство, когда отец высылает ему деньги. Но Борис-то беден. Ему надо делать карьеру, поэтому он крутится возле высших чинов. И он тоже по-своему прав. И следующее очень важное сражение Аустерлицкая битва. И тут Толстой начинает с общих рассуждений о войне. Он сравнивает ее с часовым механизмом. И уже результатом страшных движений называет поражение в этой битве. Битве трех императоров. А эту тройку составляли Александр I, Наполеон и австрийский правитель Франц II. И тут очень интересно раскрывается образ Кутузова. На военном совете перед битвой он спит. Приоткрывая свой единственный глаз, он говорит, что диспозицию на завтра нельзя изменить. А перед сражением нет ничего важнее, как выспаться. Но теперь к военной стороне дела. Кутузов не одобрял план атаки, который был принят. И Андрей удивляется, почему он прямо не мог высказать свои мысли государю. И после этого совета мы впервые видим переживание Балконского о смерти. Он предчувствует, что будет завтра. И тут идет замечательный поток сознания этого героя, где он признается, что больше всего на свете хочет славы. Он никогда никому об этом не скажет, но да, он готов даже отдать милых дорогих ему людей за минуту торжества над остальными, за любовь к себе тех, кого он даже не знает. Очень честно. Запомните это, и мы увидим, чего он будет желать после. И тут же идет поток сознания другого героя, Николая Ростова. На мой взгляд, один из лучших образцов этого приема. Посмотрите, как Толстой это делает. Ростов видит снег, задумывается, и начинаются следующие мысли. Должно быть снег, это пятно, 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 унтаж. Это по-французски. Вот тебе и Ниташ, Ниташ, Наташа, сестра, черные глаза, Наташка, вот она удивится. Все как у нас в голове. И вся эта сумятица перед завтрашним боем. Но переносимся снова к самому Кутузову. В общении с Александром Первым он совсем не заискивает, как остальные. А при словах о том, что надо бы уже начинать, Кутузов специально делает вид тупого, нерассуждающего генерала. Толстой так и пишет. И повинуется. Потому что он изначально не был согласен с таким планом атаки. И тут происходит очень важная сцена. Французы оказываются не в двух верстах, как все думали, а прямо перед русской армией. Они начинают обстрел, и русские солдаты бегут. Это неприятель! Нет! Смотрите же! Брат, ты! Я башен! Эй, куля! Бегут все, бежит целая толпа, сметая даже Кутузова. Что уж там, из его свита осталось всего четыре человека. Он сам не знает, как остановить этих мерзавцев. И уже в каком-то бессилии спрашивают у Андрея. Болконский, что же это? Князь Андрей слезает с лошади, берет в руки брошенное кем-то знамя и с криком «Ура!» бежит в атаку. И все. У меня аж мурашки, когда я об этом рассказываю. Понимаете, такой безумный поступок во обстоятельствах войны реально может повернуть войско. Солдаты поддерживают его и вступают в бой. Но Андрея ударяют по голове, и он падает. И теперь он не видит ничего, кроме неба. И очень удивляется, как это он не видел его раньше. Это одна из главных переломных точек в жизни героя. Все обман, кроме этого бесконечного неба. Тем временем Николай Ростов получил поручение к Утузову или даже к его величеству. Но по дороге он понимает, что все пропало, сражение проиграно. И когда видит обожаемого императора одного в поле, подавленного, он не смеет и подойти к нему. Потому что ему вдруг кажется, что это неприлично, что он не имеет права передавать ему поручение в такую минуту. Но стоит Ростову отъехать, как он замечает, что какой-то капитан спокойно подъехал к Александру, помог ему перейти реку и теперь с жаром говорит с ним. Так что государь даже заплакал и пожал ему руку. И теперь Николай в отчаянии, ведь это мог быть он. В общем, вы видите, какой Ростов нерешительный и мечтательный. Но нужно и на возраст скидку сделать, поскольку Ростову всего лишь 20 лет, а Андрею почти 30. В общем, Николай едет дальше, раз не государю, значит к Утузову. А Балконский, лежа на поле Аустерлица, слышит обращенную к себе фразу и понимает, что это говорит, как вы думаете, кто? Сам Наполеон. Но теперь голос его кумира кажется Андрею сжижанием мухи, Бонапарта и вообще все его интересы теперь мелочные и ничтожные по сравнению с небом. Так что даже в плену уже перебинтованный князь Андрей даже не отвечает Наполеону на вопрос, как он себя чувствует. Это кульминация его линии, настоящий катарсис и конец первого тома. Как безнадежный больного французы оставили Балконского на попечение местных жителей. Ну а дальше продолжение следует. Пока я работаю над вторым томом, советую выписывать имена и составы семей, потому что понимаю, насколько трудным это сейчас кажется. И еще предлагаю одну забаву. Вы могли заметить, что иногда я стараюсь внешне соответствовать теме, о которой говорю, например, халат на Обломове или имитация фрака на Негине. Так вот сегодня какая-то параллель тоже есть, но не очевидная, не с названием романа. Так что в комментариях я предлагаю вам объяснить, почему я вот в этом называть не буду, а то будет подсказкой. С вами была Кристина и это канал Литбез.